Итак, добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем работать в Архикаде. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Это стимулирует меня на скорую запись новых видеороликов. Спасибо! Что мы делаем сегодня? Мы сегодня расставим с вами основную сетку осей, расставим основные несущие стены и перегородки и поговорим насчет темы следующего ролика. Точнее, если сказать, наверное, двух ролик. Итак, что нам необходимо для этого сделать? Я для начала загрузил просто Ctrl-C, Ctrl-V графическое изображение того дома, который я буду моделировать. Это самый обычный домик, стандартный, тот же самый, который я разрабатывал и в Автокаде, и в Рэвиде. Для простоты я уже там определял масштаб нашего изображения, прикладывал линейку, определял просто по графической картинке. У меня не было ТЗ. По графической картинке масштаб изображения, чтобы определить, сколько в одном сантиметре метров, и дальше уже откладывать необходимые значения. Я скопировал для простоты, чтобы вы понимали, как я буду выполнять картинку из Автокада. Уже готово. Я вижу то, что у меня есть вертикальная сетка осей, горизонтальная сетка осей и так далее. Что мы с вами сделаем? Я не буду сейчас рассказывать на пальцах, как делаются оси, что да, у нас есть в документировании функция построения осей, поставить базовую точку, зажать клавишу Shift, чтобы у нас шло под прямым углом, второй раз нажать левую клавишу мышь, и появится первая ось. Это неинтересно. Попробуем создать с вами сетку осей автоматизированным методом, который уже задан в программе, и проверим все основные настройки. Они немного отличаются от предыдущих версий, какие ранее были в Архикаде, но тем не менее все настройки находятся на тех же самых местах, могут немного отличаться по названию. Итак, что мы с вами сделаем? Я перейду во вкладку Конструирование, и меня интересует сетка осей. Я пока скрою все ненужные мне элементы, и начнем по порядку. В первую очередь. Что у нас здесь есть? По умолчанию у вас галочки, возможно, нигде не стоят. Давайте пробежимся, какая функция за что отвечает. Общие параметры. Это как у нас с вами будут представлены наши оси, где будут располагаться у них размеры, как настроить эти размеры, засечки, либо стрелочки, что поставить на пересечении осей. Если я поставлю галочку элемент на пересечении осей, я могу выбрать либо колонну, и у меня автоматически на пересечении осей появится колонна, на которой я могу настроить параметры программы, которые мне предлагают. Абсолютно автоматизировать. Либо могу построить объект, опять же, зайдя в параметры, и на точке пересечения моих осей появятся какие-то элементы. Вы сами выбираете что. Я этим пользоваться не буду. Создание балок на линии осей. Если бы мы с вами делали ферму, да, можно было бы сделать при помощи балок набор этого всего дела. Я пока этим заниматься не буду. Размерные линии. Мне необходимо, чтобы у меня присутствовали размеры между каждыми осями и общий размер. Я ставлю галочку. На чертеже рядышком вы можете увидеть, есть общий размер и размерные наши линии между осями. Зайду в параметры каждого этого отдельного элемента. Здесь у нас есть возможность настройки. Во-первых, как будет выглядеть тип маркера. Какой будет отступ дополнительный от маркера. Какой используется шрифт для нашего текста заполнения. Я буду использовать стандартный ISACPUR, который мне уже приелся. Настроить высоту текста, настроить начертание текста, как он выглядит, сколько у нас высота текста и так далее. Полностью детализировать под себя. Конкретно по каждому пункту я пробегать не буду. В последней версии того же самого архикада, здесь уже базовые настройки очень приемлемые. Даже не нужно что-то где-то автоматически самому ковыряться. Обычно, кроме высоты текста. Я высоту текста хочу, чтобы она у меня была по ГОСТу. В масштабе чертежа 1 к 100 мм, с которым я работаю. В масштабе 1 к 100 мне необходимо, чтобы у меня высота текста срочных всех символов 2,5 мм была. Название чертежа будет высотой текста 5 мм. Вот. И пускаю будет курсивный. Люблю курсив. Скрою все остальные элементы. Да, вы можете посмотреть, как будет выглядеть довыносной, продление выносной линии, и уже абсолютно подобрать под себя такой, как вам заинтересует. Кстати, снизу вы можете увидеть, при создании элементов в архикаде, у нас присутствуют базовые слои, которые программа применяет в большинстве случаев автоматически. Стены будут находиться в стенах, оси будут находиться в осях элемент осей. Мы с вами научимся работать с осями. Это будет отдельное видео, и применим навыки, соответственно, на следующем занятии. Окей. Общий размер. Проверяю тоже настройки, чтобы стили у нас абсолютно были одинаковые. 2,5 мм. Курсив. Шрифт, который будет использоваться. И секпюр. И секпюр 2,5 мм. Курсив. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Следующее. Элементы сетки осей. Что у нас здесь присутствует? Во-первых, насколько продлеваются наши оси от точки пересечения. По умолчанию 4 м стоит. Подниму немного повыше. Привязки. Это привязка, за которую будет добавляться наша сетка осей при ее сейчас добавлении. Маркеры. По умолчанию маркеры стоят с двух сторон наших осей. Это кружочки. Опять же, для маленьких объектов можно использовать расстановку кружков наших осей с всех сторон. Я поставлю здесь две галочки. Параметры осей. Многие в 24 версии ее пробегают мимо. Там можно сразу же настроить оси, их стили и так далее. Параметры осей. Что нас здесь интересует? На самом деле, из основного, это как у нас отображаются оси. Это должны быть штрих-пунктирные линии с длинными штрихами. То же самое, как производится на плане этажа, как на разрезе на фасаде. Все это настраивается вами, собственно, ручно. Дальнейшая корректировка может быть. Мы с вами научимся разбивать оси и уже вручную их доводить до того элемента, который нам необходим. Поэтому все остальные настройки я пока оставляю по умолчанию. Ок. Следующий пункт. Правила именования. Здесь, во-первых, можно нажать на стрелочку, как они будут номероваться сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево. Вы сами подбираете, с какой стороны. Ну, по ГОСТу у нас обозначение буквенных осей идет снизу вверх, циферных справа налево. Соответственно, буквенные в горизонтальной плоскости, циферные в вертикальной плоскости. Префикс-суффикс – это как раз обозначение наших осей. У меня горизонтальные оси, поставленные в буквенном значении, вертикальные – поставленные в циферном значении. Расположение наших осей. Здесь присутствуют по умолчанию оси, которые задает программа автоматически. Я подсвечу их и уберу. Пускай они будут у меня отсутствовать сейчас на данный момент. И задам собственноручно, базируясь на том графическом файле, который у меня есть. Я вижу то, что между осью А и В у меня ось идет расстояние 1,5 метра. Добавляю 1,5500. У меня значение поставлено в предыдущем нашем уроке в миллиметрах. Соответственно, я в миллиметрах, опять же, перебиваю все необходимые показатели. Нажимаю плюс. Следующая ось у меня пойдет В, расстояние 6 метров. Следующая ось Г, расстояние 2000. Следующая ось Д, 1,5. Мы с вами закончили расставлять горизонтальные оси. Теперь займемся вертикальными. Вертикальные. Скажу так, что у меня там будет 4 оси с шагом 4 метра. Программа автоматически запоминает 4 оси. А я пятую создал. Запоминает последние вбитые численные показатели. Поэтому по умолчанию при добавлении следующей нашей оси, они все будут иметь предыдущее заполнение. То есть 4 метра. В моем случае. И опять же, вижу слой, что у меня оси добавлены в отдельный слой. Соглашусь с выполнением данного действия. После активации клавиши ОК, у нас еще пока нету кружочков наших осей, есть просто привязка курсора к пересечению первых осей. А в промежутке между фасадами нашими, восточным, западным, северным, южным, есть перекрестия, наведя на которые, у нас карандашик становится черного цвета. Это показывает то, что мы с вами попали в отметку 0. И нажму левой клавишей мыши по данному перекрестию. У нас появляется первая точка привязки. Мы с вами привязали оси к базовой точке. А потом в дальнейшем, если вы хотите, можете повернуть оси. Но тогда у нас вертикальные оси поменяются. Этого не нужно. Я просто веду курсор в горизонтальной плоскости. Если у вас угол куда-то убежал, вы можете зажать клавишу Shift, чтобы выбрать направление. Потому что вот я сейчас поворачивал, и у меня к 90 градусам не привязывался мой угол. Я нажал Shift, и снова у меня пошла привязка. Потому что я для вас поворачивал, и теперь не мог попасть. И нажимаю второй раз левой клавишей мыши. У меня появилась базовая сетка осей, с которой мы сейчас с вами будем работать. Итак, следующее, что мы с вами будем создавать, стены. В архикаде достаточно скудный набор стен, поэтому мы сразу же с вами научимся строить многослойные конструкции, те, которые вы уже в дальнейшем сможете создавать для себя. И не искать какие-то дополнительные настройки. Итак, по умолчанию я буду сделать такую же стенку, как я использовал в автокаде. 380 мм кирпич, 120 мм утеплитель, 120 мм облицовка. Для этого, вообще, как строится стенка. Во вкладке конструкции у нас есть стена. Нажав на само параметры нашей стены, сейчас, секундочку, на выпадающем менюшку, у нас есть наборы различных стен, но вы можете не найти ту стенку, которая вам необходима. Поэтому мы создадим ее собственноручно. И разберемся уже дальше со всеми основными привязками. Для того, чтобы создать многослойную конструкцию нашей стены, мне необходимо найти реквизиты моих элементов. Их можно было активировать через ту же самую вкладку «Окно» и необходимую панель нам активировать. Либо, вот, не панель, а табло команд «Реквизиты». Я ей пользуюсь достаточно редко, потому что элементы редактируются один раз, а окно просто лишний раз будет затенять то же самое пространство нашей рабочей среды. Я зайду в параметры «Реквизиты элементов». Меня интересует. В реквизитах элементов мы находим с вами многослойные конструкции. Именно здесь создаются многослойные элементы не только наших стен, крыш и прочих многослойной конструкции. Я создаю новую многослойную конструкцию. Задаю ей название. В скаме будет 380 плюс 120 плюс 120. 380 миллиметров основной несущий, ядро, утеплитель и облицовка. Если хотите, можете еще задать штукатурку. Я сейчас покажу, где задаются эти параметры. Дубликат. Максимально приближенный, либо можно использовать любой, потому что мы сейчас с вами все равно все удалим и будем создавать вручную. Мало ли. Давайте я воспользуюсь обычным бетонным паркетом сейчас на данный момент. Окей. Те слои, которые мне не нужны, я просто нажимаю удалить слой. У нас остается один единственный. Какие параметры? Давайте начнем с нашего кирпича, основного несущего. Во-первых, значение его толщины. 380 миллиметров. Я проектирую в масштабе 1 к 100, сразу же моделирую толщину, которая должна быть. 380. Рядышком в новой версии есть тип нашего элемента, который многие забывают. Тучи есть. Это либо ядро, либо отделка, либо другой какой-либо. У нас с вами основной несущий кирпич это ядро. Дальше что я делаю? Нажимаю на гипсовую штукатурку, стрелочку по материалу. Нахожу тот же самый кирпич, который я использую. Пускай у меня будет полнотельный мой кирпич. Либо можете использовать другой. Вставить слой. Проведу настройки, вставленного у моего слоя. Во-первых, я вижу, он снаружи у меня находится, а не внутри. Сверху у нас элементы, которые располагаются наружу нашего основного конструктивного. Толщина его будет 120. 120. Тип другой. Это у нас утеплитель. И выбираю утеплитель, тот, который мне необходим. Пускай у меня будет минеральная якобы вата. 120 миллиметров. Вставить слой последний. Толщина его опять же 120. Тип это будет отделка. И это будет у нас кирпич облицовочный. Использовать данный тип для отображения нашей стены. Перекрытие не использую, крышу не использую для оболочки. В дальнейшем, может быть, буду использовать для оболочки. Но сейчас я на этом зацикливаться не буду. Общая толщина нашей стенки 620 миллиметров. Окей. Теперь что я сделаю? Зайду в параметры стены, нажав на стенку один раз левой клавишей мыши. И буду использовать... Я думал, почему я его найти не могу. Я не переименовал элемент созданный. Он у меня просто скопировался. 380 плюс 120 плюс 120. Уже думал, что я потерял элемент. Соглашусь с выполнением. Захожу в параметры стены. И проверяю. Во-первых, в выпадающей менюшке выбираю ту стенку, с которой я работаю. Линия привязки у меня пойдет по центру ядра. Ядро мы с вами определили. Чтобы оси у меня стояли на пересечении... Ой, не на пересечении. Проходили через основной несущий элемент. Все остальные элементы я пока не затрагиваю. Детально, если нужно рассмотреть по стенам. Рассказать, за что и за чем отвечает. Мы с вами постепенно будем учиться. Если нужно отдельный урок, вы мне об этом намекните. Итак, ну, высота моей стенки 3 метра, соответствующая высотой нашего этажа. Окей. Смотрю на графическое изображение. У меня несущая стенка пойдет от оси B до оси D по первой оси. От оси B пересечения до оси D. Если вам не нравится, как располагается стенка, достаточно ее подсветить и повернуть. Извините ориентацию стенки. Вот этим нажатием клавиш. Продолжаю строить. У меня пойдет она до оси 3. Потом пойдет вниз. Поверну я их потом до оси G. Потом пойдет от оси G до четвертой оси. Потом вниз до оси B. Ну, а дальше уже видно. Поверну наши стенки. Зажатые клавиши SHIFT выделю группу. И поверну всю группу. Мы с вами сделали каркас для наших внешних несущих стен. Нажатием горячей клавиши F3 мы уже можем рассмотреть наш элемент. Вращение осуществляется точно так же, как и в Revit. Зажатые клавиши SHIFT и колесико мышки. Я могу увидеть уже, как будет выглядеть структура моей стены. Возвращаясь на план этажа. Теперь, что мы с вами делаем? Внутренние наши стены и перегородки. Я замоделирую перегородку. Стена. Захожу в параметры нашей стены. Она будет состоять из одного материала. Из кирпича. Толщина его будет 120 мм. Все остальные элементы настройки я не затрагиваю пока. Соглашаюсь с выполнением. Привязка у меня будет осуществляться. Сейчас посмотрю, внутренняя или внешняя поверхность. Чему-то со смещением делается. Зайду в параметры, проверю. Смещение 210 откуда-то взялось. Строю снова по наружной поверхности. У меня перегородки кратны 10 мм. Здесь я уже сам откладываю расстояние, просто вбивая на цифровой клавиатуре то, которое определил. Пускай она у меня будет на 2,5 мм. Здесь у меня пойдет перегородка моего тамбура. Здесь пойдет санузел. По центру у меня пойдет несущая стенка из кирпича. Я снова захожу в параметры стены. Она у меня будет состоять из кирпича 380 мм. Проверяю привязку по центру. По отображению линий привязок стыка различных элементов мы с вами запишем отдельный ролик. И так он получится очень большой и объемный. Перегородки завершаем. 900 Ну и здесь у меня дверь возможно не спишется. Если вам необходимо переместить элементы, вы можете их перемещать при помощи функции перенести, либо подсветив элемент, нажав на по нему один раз левой клавиши мыши, у вас есть возможность функции перенесения всего элемента на то расстояние, которое необходимо. Пускай еще на 500 мм я ее перенесу. И уже дальше замкнуть. По поводу функций. Замкнуть можно также воспользовавшись функцией пересечь. Выделяю элемент пересечь. Таким образом у нас с вами построился внутренний наш каркас. По поводу стыков наших материалов, у нас здесь используется немного другой кирпич. Мы с вами еще будем разбираться с этим. Но вот что у нас получилось по внутренним элементам. Если необходимо перенести наши перегородки, вы их можете перенести вручную. Я откладывал расстояние кратное 10 мм, так как я уже этот домик строил. Возможно он получится немного не такой, какой мы с вами делали ранее. Но основное, что нам необходимо, это обучиться основным командам и функциям в архикаде на данный момент. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Спасибо. И всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok